Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вот я его прочитал, увидел, что в принципе вам уже отвечали на него, отвечали, как мне кажется, довольно хорошо, но все равно давайте попробуем и не попробуем его рассмотреть, может быть у меня получится обратить внимание на какие-то волны моменты. Итак, как стать счастливой без мужчины? Спрашиваете вы. Аноним. Мне кажется, что в самом вашем таком вопросе уже содержится деструктив. Почему? Потому что правильнее, точнее полезнее, для вас было бы спросить, из-за чего я не могу быть счастливой без мужчины? Ведь, понимаете, какая штука? Когда вы говорите, что я не могу быть счастливой без мужчины, это означает, что я просто сама по себе, мне гармонично. Мне-то само себя вообще-то мало, да, то есть как бы мне себя недостаточно, вот, и мне нужен мужчина, чтобы стать, соответственно, счастливой. Вот. Но идея здесь, по крайней мере, моя заключается в том, чтобы увидеть, чтобы увидеть, да, что ничего плохого в том, чтобы быть счастливой с мужчиной нет, но и счастливым можно быть без мужчины. То есть, понимаете, дело не в том, чтобы вам стать счастливой без мужчины. Именно. Дело в том, чтобы вам быть счастливой вне зависимости от того, с мужчиной вы или нет. Или чтобы быть счастливой и с мужчиной, и без него. Может быть счастливой по-разному, может быть в какой-то градации, но счастливой. То есть мне кажется, что вы мечетесь со стороны в сторону, вот я буду счастливой сама по себе, и вот я буду счастливой с мужчиной. Это первое. На что хотел обратить ваше внимание. То есть иными словами, иными словами, речь идет о том, чтобы не исключая и не убирая возможности для вас быть счастливой с мужчиной. К этому еще прибавлюсь в том, чтобы вы были счастливой без него. Идем дальше. Я хочу разобраться и понять, как стать счастливой. Ну, вы знаете, я понимал, что вы хотите, но для того, чтобы понять, нужно с вами пообщаться. Так вот, это просто угадать. Мне двадцать четыре года. Какое для вас имеет значение возраст? Почему-то с подросткового возраста в моей голове была мысль, когда вы взяли жеребель в отношениях, я буду счастлива. А в подростковом возрасте было что-то, что указывало на вашу неполноценность самой по себе. По итогу счастья в этом не было. Ну, потому что вы не становитесь как бы полнее, да, вы не становитесь сильнее в отношениях. В то же время страдали от душевного одиночества, даже живя с мужчиной. А этот вопрос уже умение обращаться со своими переживаниями и умение их вносить, так сказать, в контакт. Потому что если вы не умеете обращаться со своими переживаниями, то, соответственно, вы будете одиноки. Это правда. Сейчас мы разведены, ну, развод мужчины это травма, поэтому я думаю, что вам в любом случае эту травму нужно прорабатывать, чтобы она не влияла на вас и на будущее ваши отношения. Я встречалась с мужчиной, но в то же время, когда приходила домой, думала, как же хорошо быть одной, быть на своей территории и в своем пространстве. Вопрос личной границы. То есть вы, мне кажется, плохо чувствуете свои границы и границы другого человека. Мне очень тяжело. В чем, как это ж, я заботилась в чем. И сегодня поняла, что надо стать счастливой и быть одной и не чувствовать, что тебе плохо и одиноко. Знаете, это звучит как директива. Это звучит как директива, типа, что чувствовать одиночество это плохо. На самом деле нет. Любое чувство, какое бы оно ни было, это как бы, ну, оно есть, оно реально. Вот. Мне кажется, наоборот, важно не блокировать какие-либо чувства, наоборот, давать им возможность проходить через вас, чтобы лучше себя понимать. Собственно, психолог в моем подходе является таким проводником. Дальше, Владимир Ильича, тебе плохо и одиноко. Смотрите, как бы, вы говорите, плохо, одиноко, тяжело, вы все это говорите, наоборот бы. И вроде бы, вроде бы, это, ну, там, словно говоря, как-то, ну, как-то это звучит. Ну, а по факту, если подумать, не сложно увидеть, что вы не говорите о сути. То есть, вот, вы же пишите, что почему-то в подростковой Уэлзет у меня была мысль, что когда я выйду замуж, я буду счастлива. Да? Почему? Почему? Откуда это произошло? Откуда это произошло? Дальше. Я была замужем и у меня страдало душевного одиночества. Это не принятие себя. Так это звучит, так это звучит, по крайней мере. Да? Вот. Что вы не принимаете себя сам, сам, сам. Ну, из-за чего-то. Вот из-за чего-то вы себя сами не принимаете. То есть, вам, ну, не знаю, может быть, вам мешает что-то сюда принять. Вот, может быть, ну, как бы, есть какие-то вот, ну, блоки, которые не позволяют вам себя принять. Может быть, может быть, вам кажется, что, что в вас что-то, ну, ну, не должно быть. Вот. То есть, вариантов, вариантов здесь, эм, довольно много, на самом, на самом деле. Ну, как бы, важно смотреть просто. Конкретно смотреть, эм, что происходит с вами, с вами. Понимаете, да, как будет? Смотреть, эм, ну, как, как это происходит именно у вас. Вот. Мне кажется. Потому что, эм, сейчас есть только какая-то общая такая информация, да, вот, ну, про вас есть общая информация. И всё. Вот. Хотелось бы немножко больше. Дальше. Так, эм, так, эм, так, эм, так, эм, смотришь. Так. Мне хочется убежать быть в одиночестве, особенно после работы. Ну, что я могу сказать, анонимно. Здесь, на мой взгляд, страх оценки, ага, присутствует, присутствует у вас, эм, в первую очередь. Это, ну, вот, то, что можно было бы сказать, эм, ну, вот так вот, эм, на первый взгляд. Страх, эм, страх, эм, именно оценки. То есть вы боитесь, эм, что вас оценят, эм, вот, и, соответственно, вам тяжело общаться с людьми. Так это, по крайней мере, выглядит с, ну, вот, с позиции, эм, моей, то есть как это вижу я, да, условно говоря. Так это бывает обычно. Обычно это бывает вот, эм, именно, эм, как, ну, именно, когда, эм, человек опасается того, что его, значит, оценят. Оценят, причем оценят именно негативно. Вот, и, соответственно, эм, ну, очень много энергии, энергии, эм, эм, тратятся на, эм, то, чтобы, эм, поддерживать, эм, грубо говоря, эм, ну, поддерживать, эм, некий образ, эм, эм, который, ну, человек сам себе придумывает. Понимаете, да? Дальше, ну, понятно, что это личная граница тоже. Так, эм, так, эм, я такая, что не могу выходить, могу не выходить, гулять куда-либо долго, эм, так некомфортно, я, она, 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 то есть, эм, ваш вопрос, он, эм, больше, такой-с-такой, терапевтический. То есть, это вопрос, именно, вот, что, эм, психотерапевтическая работа. Эм, потому что одним советом вам здесь не помочь. Кроме того, эм, я уверен, что сейчас у вас нет мотива, никакого, для того, чтобы это делать. Вот. Вы озабочены тем, чтобы себя, себя защитить. То есть, у вас, э, много ресурсов, э, уходит на защиту себя. Вот. Вы пытаетесь даже защитить, как бы. Ну, и, э, соответственно, соответственно, откуда там возьмется желание выходить. Вот. То есть, с чего ему взяться, этому желанию, выходить куда-то. Если вы всю свою энергию тратите на защиту. Что-то. От, там, не знаю, сложностей, с которыми вы сталкиваетесь, от страхов ваших и так далее. Вот. Это первое. Второе. Что вам в жизни интересно. Понимаете? То есть, в семье и в детях плохого ничего нет. То есть, великолепно. Семья и в детях супер. Но, мне кажется, что помимо семьи и детей, как бы, должно быть что-то еще. Должно быть еще интересное. Должно быть что-то еще, что вас определяет. Что-то, что вы как раз, э, э, и принесли бы в семью. Понимаете? Что-то, что вы, э, дали бы детям как раз. А это вам, как будто бы, не происходит. Понимаете? В чем штука. И, собственно, это, наверное, очень случайно. Потому что, это делает вас зависимым. Как раз таки. Вот. Как мне кажется. Это делает вас. Это делает вас зависимым. От, там, не знаю, других людей, например. Ну, грубо говоря, от других людей. Вот это делает вас зависимым. Вот. Дальше. Дальше. Так. Так. Вообще, для меня счастье, это семья и дети. Это местный отдых. Так. Так. Вы знаете, у меня больший мужик как сын был. Я мой мама. А хочется видеть мужчину рядом, а не сына. Ну, здесь вот вы немножко противоречите себе, да, потому что сейчас задалось быть с кем-то. Вот. И вы, э, э, ну, активно пытаетесь этого добиться. И добиваетесь вы этого, ну, как бы, через силу. Вот. То есть, ну, очевидно, что вы добиваетесь этого через силу. Отсюда и... такое поведение. То есть, то есть, это, по сути, история о том, как вы пытаетесь все контролировать. Вот. Понимаете, да? Вот попытка все контролировать. И невозможность, да там, довериться, грубо говоря, своим чувствам. Невозможность, невозможность довериться своим эмоциям. Невозможность довериться своим ощущениям. О-о-о. И это влияет на вас. К сожалению. Вот. Ну, достаточно так вот. Негативно. В негативном ключе. На вас это влияет. Влияет. То есть, опять же, поймите правильно, да? Ничего плохого в том, что, э, э, ну, что вы хотите, там, семейного отдыха и прочее-прочее. Нет. Ничего плохого в этом. Абсолютно. И что вашим сердцем действительно могут быть дети. Дети. Это правда. Но, должно быть что-то еще, что-то еще. Помимо Опола. Понимаете? Вот в чем суть. Ну, вот в чем момент, как бы. Если ничего больше нет, то... Ваша энергия, она, как бы, фиксируется только на этом. Да. И из-за чего возникают трудности. Вот. Из-за чего возникают проблемы. Из-за чего возникают внутренние конфликты, противоречия и прочее. Ну, а если вы, там, грубо говоря, не можете себе доверять, да? Вот. Если, ну, как бы, для вас проблематично. Себе доверять. В смысле, что вам нужно все контролировать. Вот. Ну... То... Понятно, как в таком случае, что... Почему вот у вас... Мужчина был, по сути, как... Ну... Сын. Вам. Потому что... Раз вы все контролировали, значит, он должен был этот контроль принимать. По сути. Вот. Ну... Как бы... Вот так вот. К сожалению. Я отработал. Вот. Дальше. Хочется видеть мужчину рядом, а не сына. А вот смотрите. Хочется видеть рядом мужчину. Эм... Как это желание появляется у вас. Что хочется видеть мужчину. Вот это... Жених и... Собирательный образ. Для вас. Давайте подумаем. Что... Что он себя представляет. Этот... Собирательный... Об... Образ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Это было бы началом вашей работы над собой. Собирательный образ. П great.